Но очень важно, когда мы обучаемся тета-хилингу, как раз забыть, скажем, на время обучения о том, чтобы смешивать. Очень важно обучаться тета-хилингу, отстранившись от, ну скажем так, тех знаний, тех восприятий, которые были у нас до этого. Но для того, чтобы этого нам не мешало. И тета-хилинг как система полна разных техник. То есть там не одна только техника, там очень много-много-много техник, которые мы изучаем как базовые техники в течение шести дней. То есть это базовый курс и продвинутый курс. Базовый курс идет три дня, и продвинутый курс тоже идет три дня. И самое основное, чему мы обучаемся за эти шесть дней и тренируем, скажем, в себе шесть дней, это именно соединяться и взаимодействовать с чистой энергией, из которой создано все, то есть с энергией любви. Безусловно, любви, или как мы еще пишем, пишет в литературе Виана Стайбл, жемчужно-белым светом. То есть это энергия, в которой ничего нет, вообще ничего нет. Только есть вот эта энергия, она чистая. И из нее мы все создаем, и через нее мы все раз создаем. Ну, то есть это идея самой системы, она заключается в этом. И, конечно же, когда мы практикуем в группе на базовом курсе, на продвинутом курсе, мы только и делаем, что мы входим и выходим, входим и выходим. То есть соединяемся, рассоединяемся, соединяемся, рассоединяемся. То есть очень много техник мы изучаем, там постоянно практика. Ну, только чуть-чуть в самом начале мы, конечно, основу какую-то выдаем. Я обычно фильм показываю Вианны Стайбл, которая рассказывает о системе и о том, как она пришла к этой системе. И также я показываю фильм «Как работать с убеждениями». Потому что работа с убеждениями – это одна из популярных техник, скажем, тета-хиллинга. То, как мы можем найти, выявить какое-то негативное убеждение и заменить его на позитивное. Мне, конечно, тета-хиллинг очень нравится как система. Для того, чтобы работать с собой, для того, чтобы работать с другими людьми, я соединяю разные техники, разные, когда в коучинге работаю. Но в тета-хиллинге очень важна именно частота подачи материала. Но все-таки хочу сказать о том, что все эти техники объединяет одно верное решение. Их нужно использовать, чтобы они работали. То есть все техники, которые бы я не изучала, все методы, которые бы я не изучала, ну и вы, наверное, также вы, скорее всего, большинство из вас все равно что-то практикуете, что-то умеете, чем-то занимаетесь, давно чем-то занимаетесь. И, на мой взгляд, вообще не бывает таких людей, которые что-то для себя не делают. Все чем-то занимаются. Хоть, как сказать, какую-то молитву где-то все равно прочитают. Все мы это делаем. И здесь важно понимать, что нам все равно важно практиковать. И в тета-хиллинге 6 дней выделено на то, чтобы пройти самые базовые техники, целительские техники, которые являются основой тета-хиллинга. И самая первая техника, которую мы проходим на базовом курсе, это техника, основа всего тета-хиллинга, это считывание. Считывание, еще сканирование об этом говорят. То есть когда мы считываем пространство, тело, ситуацию, какой-то вопрос, который человек задает, то есть нашего клиента или самого себя, если мы для себя работаем. То есть это самая первая техника, которую мы изучаем. И основа. Потому что все в тета-хиллинге построено на считывании. И в общем-то, я уже много курсов преподала. На самом деле нет. Конечно, сначала есть сомнения, есть какой-то там, не знаю, страх, есть какие-то вопросы, которые могут сдерживать. Но мы также начинаем подключать другую технику, которая легко дает нам возможность поработать с выявленными убеждениями, со страхами. Это тоже в базовом курсе. Первое, с чем мы начинаем работать, изучая технику работы с убеждениями, это мы начинаем работать со страхами. То есть это самая первая работа с убеждением, которую мы начинаем проходить. Работа со страхами. И мы много практикуем. И в общем-то, у меня не было ни одного студента, который бы через шесть дней, когда мы заканчиваем продвинутый курс, ушел, и он вообще бы не умел считывать. Хотя первый, второй день ревут. Многие ревут. А потом перестают реветь. То есть, на самом деле, это достаточно, ну, не знаю, это, конечно, я понимаю, я сама была студенткой когда-то, я два раза базовый продвинутый курс проходила. Для убедительности. И я, конечно, понимаю, что сложно возникают сложности, программы поднимаются, страхи поднимаются. И все мы такие индивидуальные, у нас какие-то есть особенные истории, у нас, скажем так, за плечами, да, и когда мы говорим о прошлых жизнях, у нас разные вещи какие-то с нами бывают, и мы, у нас разные знания в наших головах есть. Но именно вот знаменитая вот эта популярная техника работы с убеждениями, она позволяет достаточно легко разрешить какие-то разные вот такие вот вопросы. То есть выявить убеждение и заменить его. Какие еще техники мы изучаем в базовом курсе? В базовом курсе, давайте сейчас я сначала вам покажу материал, который мы выдаем. Вот такая книжка, это исцеление, она является методическим пособием базового курса. Вот такая книжечка. Она, кстати, продается. И у вас, наверное, продается, да? Ну, здесь вот сложно заказывать, потому все время мы из Петербурга возим, потому что здесь как-то немножко у вас все по-другому. Вот компании, которые, скажем так, продают эти книжки оптом, вот так они у вас почему-то не делают доставку, поэтому мы возим их из Питера. То есть вот такая книжечка. Вот такое руководство, которое также остается у вас. И здесь в руководстве, конечно, есть, ну, скажем, вся база, которую мы четко идем по руководству, проходим все-все-все практики. И, конечно же, все какие вопросы рождаются, скажем так, в головах, какие-то индивидуальные особенности, мы все равно в группе все эти вопросы решаем. Все вопросы решаем. И здесь мы проходим также базовую технику, которая называется базовая техника исцеления. То есть мы тоже, это самая тоже основа, которую мы проходим именно в базовом курсе. Также мы здесь обучаемся тому, где хранятся убеждения, то есть рассматриваем уровни убеждений. Мы также рассматриваем то, как мы можем взаимодействовать с энергией созидания, то есть как мы можем через нее что-то трансформировать, как мы из этой же энергии можем создавать то, что нам желательно. То есть мы здесь обучаемся манифестациям. Мы здесь обучаемся тому, чтобы трансформировать какие-то вопросы, которые могли зародиться в человеке во время утробного периода. То есть техника, которая называется исцеление с момента зачатия или исцеление в утробе матери. Это тоже техники, которые мы делаем. Также на этих курсах мы проходим курс техники, которые работают с нашим духовным аспектом, с нашим Высшим Я. Также в этих курсах, основные курсы, то есть базовые, продвинутые, мы с вами обучаемся исцелять душу и работать со свободно плавающими воспоминаниями, с психическими крючками, атаками, то есть для того, чтобы очищать наше пространство, очищать, ну скажем так, какие-то вещи, о которых мы можем не подозревать, но они могут руководить нами. То есть когда мы говорим об убеждениях, то это, конечно же, убеждения, о которых мы можем вообще не подозревать. Мы говорим о корневых убеждениях, то есть о глубинных убеждениях. То есть человек может считать, что он любит себя, например, он может считать, что он красив, привлекателен, очарователен, но при этом у человека не складываются, например, личные взаимоотношения или там еще какие-то, то есть какие-то могут быть конфликты, нерешенные какие-то вопросы, почему. Но подсознательно у человека может быть отрицательная программа убеждения относительно восприятия самого себя. То есть человек считает, что он себя любит, а на самом деле он себя и не любит не в том смысле, что он не проявляет любовь к себе, а в том смысле, что у него есть подсознательный паттерн, который все равно может создавать конфликты в его жизни. И поэтому мы в тета-хиллинге, для того, чтобы проверить корневое убеждение, для того, чтобы убедиться, во что же мы верим на самом деле, подсознательно, мы используем мускульный тест. Мускульный тест. И таким образом мы как раз работаем для того, чтобы выявить подсознательное убеждение, то есть как корень, который может удерживать какую-то неприятную для нас структуру убеждений в нашем подсознании и в нашем сознании в том числе. Основная, конечно же, техника в тета-хиллинге считается техника работы с убеждениями и техника работы с чувствами. Я много разных систем изучала, но ни в одной системе нет. Системы с убеждениями есть, системы, которые работают с убеждениями. Но для того, чтобы обучаться новым чувствам, кто из вас практикующий человек? Можете сказать, может быть, я не совсем права, что-то еще не знаю. Чтобы где-то в какой-то системе или какой-то технологии самосовершенствования были техники для того, чтобы обучить себя новым чувствам. Ну, то есть вот эта техника в тета-хиллинге, которая называется загрузка чувств, загрузка чувств, на мой взгляд, это, конечно, уникальное открытие, собственно говоря, в системе и вообще в этом направлении саморазвития. Это просто уникальное. И причем, что Виана Стайбл, она исследователь. Она любит все изучать, все подвергать, скажем так, сомнению и изучению. И она решила это исследовать. Как же это вообще происходит? Она пошла к людям, которые могут этим заниматься. То есть там энцефалограф и то, и то, и то. То есть она исследовала, что же происходит с ней, когда происходит вот такое вот дело, которое мы называем мгновенным исцелением. И как раз вот ученые выявили, что в это время у ее мозга работает над этой частотой. При этом она осознанно, она говорит, она там произносит какие-то фразы и так далее. То есть на самом деле она произносила молитву. Поэтому то, что мы называем медитация, Виана сама называет, давайте помолимся. Она говорит, мы говорим, давайте сделаем медитацию. Она говорит, давайте помолимся. То есть для нее это было как молитва. И вот в этой молитве как раз обнаружили, ну, как бы, когда стали это изучать, они, ученые, помогли ей выяснить, почему же так происходит. Ну, то есть многие же люди возносят молитву, уж правильно? Но не у всех же случается оно, наверное. Над этой частотой не выходит, когда просто Бог умеет. Но здесь есть те, кто выходит, а есть те, кто не выходит. Потому что это волны головного мозга, это нормально. Его функция, скажем так, мозг работает на разных частотах. И причем он может работать. Но считается, что тета-частота, это частота, когда мы спим. То есть наш мозг работает на тета-частоте, когда мы спим. Чему мы обучаемся на базовом и продвинутом курсе? Скажем так, ну, давайте скажем, вкл, да, вкл, все-таки включать. А включать или находиться в тета-частоте осознанно, без того, чтобы засыпать. То есть вот, собственно говоря, что выявило исследование. Что Виана, оказывается, могла не спать, но быть в тета-частоте. То есть ее мозг работал на тета-частоте. И именно так это происходило. И поэтому, конечно же, мы на базовом и продвинутом курсе не очень углубляемся о том, чтобы работать с частотами. То есть выявлять, изучать их. Нас интересует просто определенное некоторое вот такое знание про частоты. И понимание того, что наш мозг работает, когда на тета-частоте, то как раз и могут происходить вот такие вещи, которые мы можем говорить, что мгновенные манифестации. То есть мгновенные реализации или мгновенное исцеление. Вот как раз мы на базовом и продвинутом курсе посредством тренировок, многочисленных, потому что мы много-много практик делаем. То есть вы, ну, как бы сказать, участники, они легко приходят к осознанию, пониманию того, что все-таки мы работаем на тета-частоте. Ну, скажем так, больше уделяется внимания технике работы с убеждениями. То есть технике раскопки, диггинг. Если на базовом курсе мы учимся работать с убеждениями, делать загрузку чувств, то именно на продвинутом курсе мы уже начинаем обучаться технике диггинг. То есть делать раскопку. То есть исследовать. На базовом нет. Именно диггинг на втором, ну, вот как бы на продвинутом курсе. Почему? Потому что изначально вообще работы с убеждениями и раскопок вообще не было в тета-хилинге. То есть на самом-самом начале, когда тета-хилинг только стал развиваться, делали просто целительские техники. И какие-то люди исцелялись, какие-то люди не исцелялись. И Виана стала выяснять, почему же все-таки одни люди исцеляются, а другие нет. И ей пришло понимание о том, что человек не исцеляется, потому что у него есть убеждения, которые блокируют человеку исцеление. Например, мгновенное исцеление. Либо, ну, как бы, человек может почувствовать какое-то облегчение, но потом как будто бы либо возвращается, либо какой-то частичный результат остается. И именно так через какое-то время, ну, скажем, встроилась в систему работы с убеждениями и дальше уже исследовать. Все важно на самом деле. И важно, что помнить, что когда мы обучаемся тета-хилингу, мы все-таки обучаемся тета-целительству, то есть тета-изменениям. И поэтому, конечно же, владеть всеми базовыми техниками, о которых я уже вам рассказала, им их все равно нужно. Они сами по себе являются целительскими техниками. То есть как это работает? Все, что человек готов прямо сейчас изменить, это изменяется. Именно так происходит мгновенное исцеление. Если он сейчас почему-то не готов что-то изменить, тогда либо частичный результат, либо, ну, то есть отложен во времени. И поэтому, если мы работаем с убеждениями, то мы изменяем это, но через работу с убеждениями. То есть это как дополнительная техника. Но все техники сами по себе, они очень хорошо работают. Очень хорошо работают. То есть исцелительские. Например, техника исцеления с момента зачатия. А это техника, которую можно использовать без согласия кровных родственников. То есть мы можем делать ее без согласия со всеми кровными нашими родственниками. То есть это дети, родители, тети, там, дяди, сестры, там, и так далее. То есть все кровные родственники. Мужу нельзя. То есть мужу нужно спрашивать согласие. И тета-хилинг – это система, которая, ну, скажем так, построена. И основа, база тета-хилинга – это закон свободной воли. То есть свободная воля человека. В тета-хилинге мы ничего не делаем без согласия другого человека. Ничего. Только с его согласия. Эщикс согласен? С согласен, да? Да. Вербальное согласие. То есть это, согласен это изменить? Человек говорит, да. То есть если он не согласен, тогда ничего не произойдет. Если мы хотим кого-то сделать счастливыми, а он на это не согласен, то самое лучшее это сделать счастливым самого себя. То есть вы спрашиваете, согласен ли он, у меня есть свое убеждение. Да. Согласен ли ты загрузить такое-то чувство? Человек говорит, да. Но для этого мы проверяем, чтобы действительно используем мускульный тест для того, чтобы подтвердить нашему мозгу, что мы уже все знаем про него. Что у нас есть убеждение, в которое подсознательно мы можем думать о том, что мы любим себя, но подсознательно у нас есть убеждение, что мы себя не любим. Мы можем считать, что мы умеем чувствовать чувство любви, но подсознательно у нас может быть о том, что у нас нет чувства любви на самом деле. И так же касается любых каких-то чувств. Достоинства, доверия, счастья, красоты, вдохновения. И, конечно же, вот эта уникальная техника загрузки чувств, я считаю, что это одна из изюминок тета-хиллинга. Когда мы работаем за этой энергией, и мы работаем, скажем, по замене убеждений, работаем по загрузке чувств, это тоже убеждение, которое мы загружаем, то что происходит, ну, скажем, в нашем теле с нашей физикой? Здесь включаются, опять же, исследования происходили, как это происходило, то есть меняются нейронные связи. То есть они меняются. Появляются рецепторы на то, чтобы мы могли чувствовать это чувство, чтобы наша гормональная система, чтобы наши гормоны могли проникать в клетку. Тогда нужен рецептор, который должен быть у клеточки, чтобы гормон проникал. То есть гормоны – это наши эмоции. Когда мы работаем с чувствами, то фактически мы работаем на атомном уровне с каждой клеткой нашего тела. И поэтому в команде, когда мы произносим на загрузку чувств, мы говорим, загрузи это чувство в каждую клеточку моего тела. Во все области моей жизни и на все уровни убеждений. То есть мы полностью изменяем систему убеждений, когда мы делаем загрузку. И, конечно же, каждый раз, когда мы свидетельствуем какую-то работу, то мы понимаем, что даже интуитивным зрением всегда все происходит мгновенно. И когда мы на базовом курсе уже начинаем работать на считывании, то, собственно говоря, это ни для кого не становится секретом. Каждый человек начинает понимать, что он на самом деле является свидетелем любой какой-то работы, которую мы делаем в отношении другого человека или отношении себя. На продвинутом курсе также выдается вот такое пособие. То есть это тоже является пособием книжка, несмотря на то, что она продается в свободном доступе. И вот такое руководство. То есть это уже, скажем так, программа, которая конкретна. То есть то, чего в книжке может и не быть даже. И то, что как основа. Это тоже выдается студентам. И еще чем интересен продвинутый курс, то именно в продвинутом курсе очень много загрузок. Именно в продвинутом курсе фактически вся эта книжка, это сплошные, очень много разных загрузок, которые делаются в группе. Именно делаются в группе. Преподавателям. Какие у вас есть вопросы? К активации ДНК. Но опять же, скажем так, Виана, она говорит о том, что когда-то давно-давно-давно ДНК человека была полностью активна. То есть человек обладал способностями, о которых мы сейчас мечтаем, скажем так. Он использовал, на полную меру использовал всю свою интуицию, скажем так. Через какое-то время эволюция человека, ну так как-то было необходимо, видимо, что человек пришел постепенно к тому, что его ДНК, она не полностью активирована. Не полностью активна. Ну и вы же знаете, наверное, все читаете литературу, интересуетесь. Обычно на такие клубы и на такие мероприятия не приходят люди, которые вообще не интересуются чем-то подобным. Вы, наверное, знаете, что говорим, что пишут о том, что мы используем, что кто-то пишет 15% своих возможностей, кто-то пишет 8% своих возможностей. Но тем не менее мы понимаем о том, что какую-то небольшую часть. И в тета-хилинге у нас есть техника, которая позволяет активировать полностью ДНК. Это целительская техника, и она делается только один раз. То есть мы можем просто это активировать. И считается, что когда мы активируем ДНК у себя, то у наших самых ближайших кровных родственников, то есть дети, родители, она может активироваться, ну уже, скажем так, автоматически. Так, ну, может быть, не совсем слово подходит, но как-то более близко по смыслу. Всем другим людям нужно делать только с их согласия. И активация ДНК, она проходит двумя этапами. То есть когда мы активируем само ДНК, и когда мы активируем хромосомы. Ну, это процессы, которые нужно пронаблюдать. Нет, это каждый делает самостоятельно. На продвинутом курсе, да. И, в общем-то, очень много техник вот в этих, во всех книжечках. Если из вас кто-то читал, то, может быть, кажется, что, ой, я это никогда не смогу, я это никогда не сделаю. Все они описаны здесь, но не все. Конечно, много что описано в пособии. И сейчас это кажется, что это очень-очень-очень трудно, понимаете, как это изменяет ДНК. Как это изменяет генетические программы. Как это изменяет программы старения на программы молодости и регенерации. Как это вообще можно. Ну, мы это делаем. Да, да, психогенетики это делают, конечно. Она работает именно с убеждениями, на уровне убеждения. Там идет разидентификация, и идентификация самого себя. То есть, своих паттернам, скажем так. Для того, чтобы... Здесь мы то же самое это делаем, когда мы работаем с убеждениями. Но, опять же, вот это загрузки чувств, конечно, ни в других системах никаких нет. И, ну, кстати, вот, коль уже заговорили про психогенетику, действительно, что уже, в общем-то, и учеными давно уже, ну, скажем, исследовательски подтверждается то, когда человек изменяется, то его ДНК тоже меняется. То есть, на мой взгляд, вообще уже никаких секретов в этом нет. Смотря что вы читаете. Если вы больше склонны читать опровергающую информацию, то тогда вы читаете то, что это... Ну, те, кто люди с этим спорят, кто опровергают, кто не принимают и так далее. То есть, если вы больше склонны интересоваться и поддерживать вдохновение свое, да, и интересоваться тем, все-таки, как же можно измениться, и действительно, что же происходит, какой прогресс вообще в человечестве происходит, то тогда, в общем-то, достаточно много литературы подобной. И про частоты головного мозга, и про ДНК. То есть, это очень, конечно, интересно. И вот именно базовый продвинутый курс, как основа, они много вот этих вопросов затрагивают. То есть, мы с вами про ДНК говорить будем, и изменять ДНК будем, и как работать с генами, это тоже входит в программу базового продвинутого курса. То есть, вся эта работа, и все это не просто так вот рассказать и записать. Это именно практика. Поэтому здесь, в этих двух курсах, очень много работы направлены с собой, то есть, как работать с собой, и также работа в парах, то есть, работа для других людей. То есть, сразу два направления отрабатываются. И работа в свою сторону, и работа для других. Конечно, поэтому, вот это мое, конечно, мнение. На самом деле, сам институт Тетахилинг, он не запрещает базовый курс проходить отдельно, а потом только проходить продвинутый курс. Но я считаю, что более полное обучение, оно как раз именно, когда оба курса одновременно проходишь. Здесь, в общем-то, ну, конечно, это выбор человека. И базовый курс, в общем-то, он позволяет также делать техники, работать с убеждениями, загружать чувства, потому что это как бы вот как раз третий день, когда мы заканчиваем вот эти тренировки, скажем так. А на продвинутом курсе мы уже более глубоко рассматриваем, ну, скажем, мироустройство. То, как на атомном уровне мы изменяемся, и как мы можем с этим работать. То есть мы говорим уже о модели мироустройства, которую именно модель, которую предлагается в Тетахилинге, это «Семь планов бытия». И там именно такие практики мы как раз отрабатываем именно на продвинутом курсе. И много загрузок делаем. Как работать с животными, как работать с растениями, как работать с камнями, про планету Земля, про астрологию, ну, то есть про числа, то есть про все планы бытия, то есть как работать с разными другими аспектами. То есть это продвинутый курс. Ну, продвинутый он и есть продвинутый, скажем так. Продвинутый.